Приложение. Приложение – это определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом в падеже. Например, в скачках участвовали кони-красавцы. Приложения могут обозначать различные качества предмета, указывать на возраст, национальность, профессию и другие признаки. Например, у ворот склада стоял сторож-старик, на берегу реки вырос завод-гигант. Особым видом приложений являются собственные наименования, обозначающие названия газет, журналов, предприятий, художественных произведений и тому подобное. Например, я прочитал роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Это несогласованные приложения. Внимательно прослушай правила. Если определяемое существительное и одиночное приложение, стоящее после него, являются именами нарицательными, то между ними ставится дефис. Например, птица – песня, француз – гувернёр. Дефис ставится и тогда, когда нарицательное существительное стоит после имени собственного и тесно сливается с ним по смыслу. Например, Москва-река, но река – Москва, без дефиса. Не ставится дефис после слов, являющихся общепринятыми обращениями. Гражданин, товарищ, господин и других.